Всем привет! Я в Хорватии, я в Дубровнике, живописный город Адриатики, самый южный, самый живописный, встречает нас. Присоединяйтесь, вместе посмотрим, погуляем по старинным улочкам, посмотрим знаменитые места. Ну что, время окунуться в средневековье. Город-то Дубровник был основан аж в 12 веке. Пойдемте! Сегодня я вижу много туристов, и это в условиях пандемии. Представляете, сколько здесь туристов ежегодно в открытые сезоны? Представляете, весной 1667 года в Адриатике случилось сильное землетрясение, и среди всех построек Дубровники выставили только вот эти мощные городские стены, которые вы видите. А при входе в старый город нас встречает фонтан Анофрио 15 века. В Дубровнике решили установить системы, чтобы в город шла родниковая вода. И в те времена это было невероятно радикальным решением. Можно забраться на городские стены. Давайте посмотрим стоимость. Городки стены. Так, это стоит 50 кун для детей, 200 кун. Стены данного города примерно 25 метров высоту и тянутся вокруг всего города. Согласно ЮНЕСКО, это один из красивейших европейских городов. Ну, конечно, мы не будем говорить об Амстердаме, Венеции и сравнивать. Но то, что здесь уникальная атмосфера, это факт. Посмотрите, как интересно оформлен этот фонтан. Каждая его сторона украшена резным медальоном, и в его середине вделан кран для подачи воды. Ну что, давайте двигаться на главную улицу. Улица Страту. Или еще ее называют Плаццо. Какое счастье. Название этой улицы досталось ей от итальянцев, от Италии. Иногда еще называют Плаццо, как я сказала. Ну, итальянцы здесь хозяйничали в 13-14 веках. Оставили большое наследие горячее. Какая красота. Я хочу сказать, достаточно много туристов. Так что эта улица, это главная артерия города, вымощена мраморными плитами. по разные стороны. Много узких улочек, кафе. Здесь можно провести очень много времени гуляя, изучая, посещая музеи. Видите, на каждом здании есть определенные таблицы, таблички, знаки, которые говорят об истории данного города. Вот, посмотрите, типичная улица. Вот главный уходит наверх. Ребят, что я могу сказать об этом городе? Я очень счастлива, что я сюда попала. Граница не была легкой. Требовали и наличие ПЦР-теста отрицательного, который истекал в этот же день прибытия. И документы на машину. У меня не было грин-карты, страховки на машину пришлось оформить. Ну, много нюансов, да? Личная страховка и проживание здесь. Все-таки я все победила. Вот. Что я могу сказать? Я очень рада. Если сравнить с городом Котер в Черногории. Тоже очень красивый старый город, но здесь он такой, он такой про-итальянский, такое здесь венецианское наследие. И кухня, и скульптуры, архитектура. Ну, все, все пропитано. Это, конечно, счастье побывать здесь. И действительно, это самый живописный город Абриатики. Я могу это подтвердить. Рекомендую просмотру, к посещению 100%. Посмотрите, вокруг, да? Площадь какая. Это церковь Святого Влаха. Посвящена, кстати говоря, покровителю города Дубровника, Святому Власию. Нынешнее здание церкви построили в начале 18 века по проекту архитектора из Венеции. Но на этом месте находилась более старая романская церковь, к сожалению, сильно пострадавшая во время землетрясения. Что это за радужи с тетами? Да, гулять здесь, не гулять. И наслаждаться. Давайте пройдем по этой узкой улице. Посмотрите, здесь декорации. Workshop. Картины. Магазины. Также можно посидеть, попить кофе. Ну, или что вы там хотите. Все что угодно. А здесь вот спряталась маленькая церковь. Давайте посмотрим поближе. Еще одна такая же улица. И улица уходит вверх. Как это красиво. Как это аутентично все. Наслаждаются этой атмосферой. Ребят, в Москве есть памятник около цирка. И если ты погладишь этот памятник, тебе запустит удача. Также есть нос собаки. Вот здесь вот трогает нос этого дядечки на удачу. Ну, а это, смотрите, княжий двор. Этот дворец был построен в 15 веке. И это было место пребывания князя. В Дубровнике каждый месяц один из членов правления республики избирался князем. И заселялся в дворец, ну, как в отель. Над входом была высечена надпись. Забудьте личные дела, думайте о государстве. Но при этом сам правитель не мог выходить из здания по личным делам. А только для исполнения своих прямых обязанностей. Ну, или в случае болезни. Ну, в общем, строго у них тут все было. Давайте посмотрим немного на город со стороны гавани. Я уверена, многие фанаты фильма «Игра престолов» узнают и эту локацию. Мое впечатление, этот город, вот он как сундук с драгоценностями. Буквально искрит достопримечательностями. Ребята, я также не могу не рассказать об истории хорватской валюты. После окончания Второй мировой войны здесь были динары. И далее пришли куны. Название валюты куна. Вы можете видеть на банкноте куна. Куна, то есть это национальная хорватская валюта сейчас. И в переводе на русский язык куница. Это имя зверька куница. То есть раньше платеж осуществлялся при помощи шкурки зверька. Платили шкурками, куницами. Поэтому название хорватской валюты сейчас куна. В средневековье этот город заперничал с Венецией за господство в Адриатике. Ну и кроме того, город был одним из центров развития хорватского языка и литературы. Ну что, поклонники Игры Престолов, Games of Thrones. Та-дам! Ну вот она, лестница иезуитов, сцена на которой стала самой яркой в последнем сезоне Игры Престолов. Обратите, между прочим, внимание на дорисованный храм, которого в настоящем в Дубровнике нет. Что произошло? Та самая сцена, скандальная сцена, которую католическая церковь запретила снимать по сценарию, где королеву-мать Серсею приговорили к очищению наказания. Пройти голой через весь город, сквозь толпу бедняков. Дело в том, что за спиной Серсея в реальном Дубровнике находится собор Вознесения Девы Марии. Ну и, естественно, церковь была против такого разврата. Как они в итоге сняли эту сцену? Получили согласие на съемки? Просто. Горожане для съемки сцены оригинальные двери в храм и колонну закрыли досками. Ребят, я просто не смогла пройти мимо этой иезуитской церкви святого Игнатия. Вообще, на мой взгляд, вот этот уголочек Дубровника самый интересный, самый величественный. Данную церковь построили по заказу иезуитов, конечно же, итальянцы, итальянский скульптор в 1725 году. Окна здесь, это витражи красивейшие. Внутреннее убранство храма великолепно. Это обилие бархата, позолота, старинные фрески. Здесь даже существует грот. Я узнала еще один очень интересный факт. В продолжительное время, как в самом городе, так и во всей, в общем-то, республике, официальным языком был итальянский. И только благодаря волне национального подъема, скажем, в 19 веке, здесь начали изучать и хорватский язык. Посмотрите, сколько здесь интересных деталей, которые с первого раза не увидишь. И знаете, что интересно? Интересно то, что все знаки в Хорватии, видите, улица, да, название улицы, только используют латиницу. Кириллицы здесь не используют. Смотрите, интересно кафе, магазины очень часто украшены листьями бэй, лавровый лист. Что особенно приятно, наверху, если повыше забраться, то среди этих улочек можно увидеть море. Периодически вид выходит на море. А, виноград, зреет, очень уютно. Чье-то кафе или ресторанчик. Вот, видите, да, маленькая улица. Вот там впереди сейчас, конечно, камера не передаст этого. Небо сливается с морем. Но вот там он более, можно рассмотреть, да, более отчетливо. Вот посмотрите на эту улицу, ведущую вниз. Ну вот мне напоминает типичную итальянскую улочку. Вот это белье, вывешенное наружу, окна, ставни открытые. Сейчас я поднимусь наверх. Оттуда откроется прекрасный вид на город, на Дубровник. Обязательно вам покажу. Самое очень интересно. Место, конечно, удивительное. Чувствую себя как Карлсон в Стокгольме на крыше. Вот сейчас на такой кабинке я и прокачусь. Чувствую себя как Карлсон в Стокгольме на крыше. Если вы планируете остановиться в Дубровнике, то вид из вашего окна может быть даже такой. Не обязательно останавливаться в старом городе, который вы видите, да. Там очень тесно. Можно чуть-чуть выше. Это тоже старый город, но, скажем, более современный, более новый. Вид просто потрясающий. На все достопримечательности. На море, на остров, на старый город. Видно все, как на ладони. Дубровник прекрасен. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, а ночной город, ночной старый город, да, Дубровник, это особенное удовольствие. Он ночью особенно красив. Вы знаете, вот эти плиты, да, дорога, отполированные до блеска, выглядят почти как вода. По вот всем боковым улочкам можно ходить бесконечно. Ну и особенно мне, например, понравилось, как выглядят ночью фонари, подсветка, да. То есть все здания, вся архитектура играет совершенно по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok